У России действительно появились новые возможности, два новых президента, но для этого нам нужно начать с себя, нам нужно демилитаризовать наше сознание и поставить экономику в качестве приоритета внешней политики и приоритета в отношении с Соединенными Штатами Америки. Плюс ориентация на Европу, что будет в общих интересах и России, и США, и Европы. Так мы построим новые отношения не только с Америкой, но и со всем миром. Вот кольцо. Мне кажется, что наша страна оказывается в этом кольце. Я лично чувствую какие-то удушающие ощущения, что кто-то меня душит. Мне кажется, что это НАТО. Американские бомбардировщики перестали стесняться и уже в открытую отрабатывают ядерные удары по Севастополю с территории Украины, которую теперь официально можно считать задним двором для тяжелой авиации США. Что нам с этим делать? Ну уже никто ничего не скрывает. Американцы отрабатывают с территории Украины нанесение ядерных ударов по Российской Федерации. Такова реальность. На Украине живут русские люди, в Белоруссии живут русские люди, в России живут русские люди. Почему должно быть три государства у одного народа? Не верите? Спросите у немцев. Они вам точно объяснят, почему у всех немцев должно быть одно государство. Русские вы имеете в виду не по национальности, не только по национальности. Русские говорят разных национальностей. Я это Россия. Россия это я. Мы же токсичные. Мы? Мы токсичные. Для них. 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 По-моему, наоборот. Мы, по-моему, как раз единственные, которые следуют своим принципам. Они исходят из того, что мы токсичны. А нам, собственно говоря, все равно. Но мы идем к разрыву. С Евросоюзом? Знаете, я просто... С Америкой уже все разорвали. Мы исходим из того, что мы готовы. Мы соседи. Они по-прежнему крупнейшие, если брать в качестве коллективного нашего партнера, крупнейший торговый партнер. Крупнейший инвестиционный партнер. Многие компании здесь работают. Сотнями, тысячами исчисляют совместные предприятия. И если бизнес взаимовыгоден, мы будем его продолжать. Но если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Поставки комплектующих, поставки каких-то узлов. Я убежден, что мы сейчас уже в военном отношении стали полностью самодостаточными. Нам нужно добиваться такого же положения и в экономике. Да, мы еще раз, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни. Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне. Да, парабеллум. В Крыму произошло то, что предусмотрено уставом ООН. Право нации на самоопределение стоит на ключевом месте. Одну секундочку. Территориальная целостность, суверенитет обязаны уважаться. Обязаны уважаться. И генеральная ассамблея принимала декларацию. Ну, может смешно, я не знаю. Мне тоже было смешно, я сдерживался. Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем дать приказ прекратить сопротивление. Шутка недели, конечно, была от Путина. Скучно, девочки. Хочется сказать, скучно, девочки. Это мы уже все видели, наблюдали. Впрочем, Путин не просто шутит. Он высмеивает действия Америки, как бездарно повторяющиеся. Кремлин всегда считал, что он был вторым сильным милитарием в мире. И многие верили. Сегодня многие видят милитарием Россия как вторым сильным в Украине. Что вы не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина. Подавили эти огневые точки. Вот мы рекламную паузу это обсуждали. Это война. Только надо понимать, что это не война Бандеровцев со Славянском, а это война спецслужб и руководства США против России. Во время разбора завалов украинского Донецкого аэропорта, прошу прощения, ополченцы обнаружили погибших украинских военнослужащих в натовской форме и с вооружением натовских стран, в частности, например, с винтовками М-16. И в Минобороне Донецкой республики сделали вывод, что на стороне украинских военных воевали наемники из западных стран. По поводу поляков я вам подскажу. Частная военная компания АСБС ОСАГО. Три дня назад погибло свыше ста человек граждан Польши. И в срочном порядке были вывезены. Что вы ответите их матерям, гражданам Польши? Вы будете что-то отвечать или вы не будете с ними общаться? Мы часто говорим «Украинская армия», «Украинская армия». На самом деле, кто там возил? Там действительно частично официальные подразделения вооруженных сил, но в значительной степени и так называемые добровольческие националистические батальоны. По сути, это даже не армия. Это иностранный легион. В данном случае иностранный натовский легион. В данном случае иностранный натовский легион, который, конечно, не преследует цели национальных интересов Украины. Там совсем другие цели, связанные они с достижением геополитических целей сдерживания России, что абсолютно не совпадает с национальными интересами украинского народа. Вы поняли? У натовских украинских националистов цель – геополитическое сдерживание России, что не совпадает с национальными интересами украинского народа. В российском постпредстве при ООН сожалеют о принятии резолюции по милитаризации Крыма. Заместитель постпреда России Дмитрий Полянский сообщил, что группы стран, в основном из НАТО и Евросоюза, таким образом поощряют Украину на новые преступления и провокации. Но сейчас новости, связанные с Украиной. Сегодня стало известно о планах Киева устроить новые вооруженные провокации. Одна из них готовится у границы России вблизи Крыма, причем в ближайшие полторы недели. Госдума упростила процесс получения российского гражданства для соотечественников. Принятый сегодня закон дает президенту полномочия определять в гуманитарных целях категорий иностранцев, имеющих право на российский паспорт. В первую очередь документ направлен на поддержку граждан Украины. Киев может продолжить провокации в районе Керченского пролива. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сергей Лапров в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Дополнительная информация, которая у нас появилась, которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом. Он получит ответ, мало не покажет, я вас уверяю. Наша страна, это наша граница. Россия готова ко всем вызовам, которые диктует нынешняя ситуация в мире. И прежде всего благодаря своему новейшему оружию. Подробный план БАС США и НАТО во всех частях света, а также сравнительные характеристики российского и западного вооружения. Тут и дилетанту понятно. Красный контур шире синего, значит у нас оружие лучше, чем у потенциального противника. Подобные издания и участников заседания слова президента, призванные положительные впечатления закрепить. Серьезные прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике. За последние годы российская армия сделала огромный рывок. Разработки ВПК на порядок опережают западные. Внеплановые проверки и учения показали способность быстро перемещать войска за тысячи километров. На выставке, которую специально организовали в Атриуме Национального центра управления Минобороны, президенту показали самые интересные образцы оружия террористов. По некоторым видно, кто-то щедро делится с боевиками знаниями, но это им не поможет. Если это террористический акт, то на него можно отвечать только одним способом. Как вы знаете, с террористами любое государство не договаривается. Террористов нужно уничтожать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова